Будут здесь у нас находиться полторушки, допустим. Здесь будет также висеть такой же навесной мешок, мы будем туда складывать макулатуру. Этот эко-понг в Нижневартовске открылся в конце прошлого месяца. Теперь каждый житель может сдать на переработку отсортированные отходы и получить за это денежное вознаграждение. Как показывает статистика, такой процесс сдачи вторсырья пользуется популярностью. За две недели его работы вортовчане принесли 2300 килограммов макулатуры, больше 150 килограммов пэт-бутылок и 37 килограммов лаконов из плотного полиэтилена. В основном пожилые люди. Дедушка у нас недавно пришёл, он сдал вообще 100 килограмм книг. То есть это у него целая библиотека была. 100 килограмм по 10 рублей, это 1000 рублей он заработал. Недавно приезжала «Газель», привезла 200 или 300 килограмм картона. У эко-понг-то удобный график работы с 8 до 20 часов. Отходы принимают все дни недели. По мере накопления их отправляют на вторичную переработку на заводы Тюмени и Екатеринбурга. Что-то пригодится во вторсырье. Вообще дело полезное, хорошее. Но поставьте ещё парочку-тройку, наверное. Может, получше дело пойдёт с раздачей вторсырья. Эко-понг в Нижневартовске первый и далеко не последний. Его появление – это результат сотрудничества администрации города с предприятием региональной грузоперевозки. В планах открыть ещё несколько точек сбора вторсырья. Они появятся на улице Чапаева и в районе Комсомольского озера.